Всем привет! И в сегодняшнем видео обзоре мы рассмотрим ноутбук от компании Acer Predator, а именно Predator Helios 300. Давайте начинать, поехали! Венешний ноутбук сразу же дает об себе знать. Грозный дизайн, грубые линии, полированный металл, красные клавиши WASD и куча красных вставок по всему корпусу. Что тут сказать? Классика Predator. Сразу скажу, красные ребра не подсвечиваются, хотя было бы прикольно. Дисплей на крышке изготовлено из полированного металла. На ней можно видеть два красных ребра и гордую эблему Predator. Рамка, обрамляющая экран, выполнена из матового пластика, но немного шероховато. Сверху на дисплеем расположилась веб-камера. Рабочая поверхность, обрамляющая клавиатуру и тачпад, сделана из того же металла, что и крышка. По центру красуется полноразмерная игровая в кавычках клавиатура. Клавиатура оснащена красной подсветкой, яркость которой, правда, нельзя регулировать. Ее можно либо же включить, либо же выключить. Увы никакого RGB. Тачпад матовый и ничем особенным не выделяется. Похож на то, что был на серии Acer Aspire. Только здесь побольше ход клавиш и к нему, кстати, нужно еще привыкать. На левом торце расположились. Замок Kensington Lock, Ethernet RJ45, USB Type-C, HDMI, порт USB 3.0 и SD Reader. На правом же, мини-жек 3.5 мм, два USB 2.0, индикация работы и зарядки, ну и порт для зарядки ноутбука. На задней части расположилась огромная вентиляция с ярко выраженной красной обводкой. Здесь установлен 15,6-дюймовый дисплей, выполненный по технологии IPS с расширением 1920х1080 пикселей. Цветовая гамма находится на уровне 6200 кельвинов, то есть более теплая. В данном тестовом ноутбуке установлен 4-ядерный процессор от компании Intel. Intel Core i7-7700HQ с рабочей частотой 2.8 ГГц и разгоном до 3.8. Графическая подсистема представлена интегрированной графикой Intel HD Graphics 630 и дискретной графикой Nvidia GeForce GTX 1060 с 6 ГБ видеопамяти. Объем установленной оперативной памяти составляет 16 ГБ с рабочей частотой 2400 МГц. Существует еще множество модификаций данного ноутбука, от самого дешевого на i5 процессоре, так и до самого дорогого, как на тесте. Так что выбирайте по своему бюджету. Сетевая часть представляет собой двухдиапазонный Wi-Fi адаптер с технологией 2х2MIMO и Bluetooth версии 4.1. Поскольку это все же ноутбук, в нем установлен несъемный аккумулятор емкостью 3300 мАч. При работе от него не сильно нагруженный ноутбук проработает порядка полтора часа. А вот если уже гулять в игры, то ноутбук уменьшает частоту ядер процессора и видеокарты, а также скидывает максимальную частоту кадров к 30. Ну и проработает не больше получаса. Так что аккумулятор здесь больше нужен чисто для поддержки ноутбука при транспортировке. Аудиосистема, кстати, здесь от Dolby Digital. Просто два стереодинамика по боковой грани. Встроенного саба, увы, нету. Охлаждение построено на двух фирменных кулерах Aeroblade 3D. Забор холодного воздуха происходит снизу, а выброс сзади. Как и все ноутбуки, в играх он шумит. Довольно-таки громко, кстати. При повседневной нагрузке ноутбук греется в районе 45 градусов за Цельсие. Если же его нагрузить по максимуму, например, в играх, то прореется аж до 90 градусов. Добиться троттлингов или же зависаний не удалось. Ну и что же по факту. Ноутбук, в принципе, получился хорошим. Ничего особенного нету и ничего плохого. Все построено уже на проверенных технологиях и наработках. Главный плюс данного ноутбука в том, что он сам по себе недорогой. И у него есть множество конфигураций, из которых можно выбрать себе ноутбук по своему бюджету. И на этом закончим наш видеообзор. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом видеообзоре. А также подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки под этим видео. Делитесь данным видео в социальных сетях. Всем спасибо за просмотр и всем пока.